Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил Урсулу фон дер Ляй на должность президента Еврокомиссии. За нее проголосовали 383 депутата против 327. Преодоление порога абсолютного большинства дало ей возможность занять высокий пост на ближайшие пять лет. 1 ноября она сменит действующего главу высшего органа исполнительной власти ЕС Жан-Подда Юнкера. Ее кандидатура была выдвинута 2 июля на саммите ЕС. Экс-министру обороны ФРГ удалось заручиться поддержкой сразу трех основных фракций – христианских демократов, социалистов и либералов. Выступая перед началом голосования, фонд Рляй пообещала к 2030 году вдвое сократить выбросы углекислого газа в странах экономического объединения, а также предложила программу по борьбе с безработицей. Она призвала к солидарности с пограничными государствами Евросоюза, первыми принимающими у себя поток беженцев, высказалась за гендерное равенство и пообещала в случае необходимости продлить в Великобритании срок Брексита. Количество проголосовавших – 733 человека. Необходимое большинство в Европарламенте – 374. За проголосовало 383 депутата. Для меня это высокая честь. Спасибо за доверие, которое вы мне оказали. Оно отражает вашу уверенность в единой и сильной Европе. С востока на запад и с юга на север. Это ваша уверенность в Европе, которая готова бороться за будущее. Это большая ответственность. И моя работа начинается сейчас.